Добрый вечер. Я знаю, что вы человек, который чтит традиции. А у журналистов есть традиции в декабре спрашивать про итоги года. Что в 2018 году у Рамзана Кадырова было радостным, что его огорчило? Я скажу, что больше было радостных дней, чем огорчение. У нас по всем направлениям очень хорошие показатели. И год мы закрываем, так можно сказать, удачно. Несмотря на то, что вокруг нашего государства и региона складываются определенные сложности. Мы в этом году дополнили республику еще одним городом. Город Курчалой. И очень много сделали городе Грозном. Как вы знаете, в этом году исполнилось 200 лет. Да, я к этому и подводил. 5 октября вы 200 лет праздновали вместе с вашим днем рождения. Да, мы полностью заново восстановили около 500 дворов. Все центральные дороги асфальтировали. Строили детские площадки и на Юртовском районе, и Вильянском районе, и Ачхай-Мартановском. Любой район взять, есть хорошие показатели. И год мы, я еще раз говорю, закрываем, выполняя все свои обязательства перед народом. Поэтому я считаю, что исходя из той ситуации, в которой мы находимся в республике, у наших врагов не получилось, так скажем, заставить нашего государства на колени. А кто наши враги? Запад, Европа, они же давят нас с санкциями, но и что им нужно для того, чтобы народ восстал против государства, сказал, что почему, что, где, когда. Нет, мы наоборот, регионы не только выживают и даже показывают хорошие показатели. Поэтому я считаю, что этот год для нас был удачным. Чем нежели неудачно. Смотрите, вот в этом году я обратил внимание на что. У вас была инициатива, о которой очень много писали. Вы вывозили вдов и сирот из Сирии и Ирака. И в этом году почему-то прекратили это делать. Почему? Вы поняли, что это ведет не туда, куда надо? Или вам посоветовали с этим? Нет, наоборот, это самое необходимое и нужное дело было для детей и женщин. Женщины, дети, не виноваты абсолютно. Ну, определенные проблемы создавались с нашими, так скажем, господа начальниками. И поэтому... У вас один начальник есть, насколько я знаю. Да, у меня. В общем, у Кадырова начальников больше нет. Ну, когда ты... Вопрос касается пересечения границы там или возвращения до бедных женщин, детей. Ну, определенные силы или, не знаю, относятся к ревности, или у них больше информации, чем у Кадырова, что не нужно их возвращать. Хотя президент страны в прямом эфире заявил, что это нужно, необходимо. В личном разговоре, я лично разговаривал с президентом по этому поводу, он сказал, не только надо возвращать их, и надо смотреть за ним и благоустроить их там. Детей в школу, в садик, если нет жилья, помочь жильем. Наоборот, он дал такое поручение совместно с Министерством обороны и ФСБ. Ну, те структуры, которые были обязаны в этом помогать нам, ну, так скажем, просто откладывать это на долгий ящик. Ну, это для нас большой минус. Наши женщины сидят в тюрьмах Сирии, Ирака, и они там сидят, и сейчас судьи им дают пожизненные сроки. Это минус для нас. Поэтому, зная, что это большие минусы, там, если эти женщины виноваты, наоборот, когда они приедут домой, пусть судят их по закону, если они совершили преступление. А большинство из них женщин выехали обманутым путем. А те дети, которых вы вывезли оттуда, что с ними стало? Где они сейчас? Нормально живут. Есть те, которые в детских домах? Нет, у нас вообще нет. Не осталось в детских домах? У нас нет детских домов. Все они живут у родственников. Абсолютно у них нет проблем. Даже как первого ребенка, который там мы привезли, Белала, я с ним не раз по телефону разговаривал. Он очень хорошо учится. И лучше, чем я, говорить на русском языке. И очень умный, красивый ребенок. Абсолютно никаких проблем нет. Живут как обычные люди. Вы в свое время усыновили, вернее, не вы, а ваша мама, но с вашей подачи, по вашей просьбе, усыновили двух мальчиков. Они же были из детских домов? Был один мальчик. Не двух, одного. Висит Козыров. Он со мной рядом всегда. Работает у меня помощником он. Он женат, имеет ребенок. Уже красивая дочка, племянница моя. И вот работает наш брат. Про племянницу вы когда сказали, я вспомнил, что у вас в соцсетях, и в Инстаграме, и ВКонтакте. Вы очень много про племянника рассказываете. А в одном из интервью даже сказали, что вы любите племянника своего больше, чем своих сыновей. Мальчишки не обиделись или они интервью папины не смотрят? У нас другой менталитет. На это чеченские мальчики, мужчины не обижаются. Но мои сыновья, еще маленькие, родные, я имею в виду, они себя еще не проявили. А мой племянник уже стал на путь Ахмад Хаджи. Уже он помогает, так скажем, в деле становления правового поля или становления экономического направления. Он помогает нам, и он один из членов команды Ахмада Хаджи Кадырова. И я верю в него, я люблю его, уважаю. И сейчас говорю, я больше люблю, и больше у меня там невольная любовь появляется своему племяннику. Это, я думаю, что это любовь к брату, и вот переходящий ли он племяннику больше, чем к своим родным детям. Вы говорите, мальчики себя никак не проявили. Они все втроем на одной сцене Тимати рэп читали. Сколько мальчишек мечтают об этом. А здесь три Кадыровых вышли и зажгли. Ну, сейчас рэп уже в моде сейчас, про рэп говорят, да, в Государственной Думе, в Кребле. Путин говорит, да. Да, Путин говорит, да. Значит, они в теме, да. Есени, да, вместе с Тимати читали рэп, да, он на сцене, значит, они в теме, нормально, да, растут там. А вы в их возрасте, мальчишки, какую-нибудь музыку услышали, исполняли что-нибудь? Я всегда слушал, я помню, чеченские национальные илли, но я их до сих пор всех дал, он знает наизу, что он. Я других песен не слушал, я слушал, ну, у нас только были там кассеты, там, про чеченские национальные илли и Коран. Мы слушали Коран и илли чеченские, илли это выше, чем песня. Есть песня, есть илли, а это илли выше. Вот как вы танцуете, я не раз видел, тоже в Инстаграме, да, а как поете, почему-то мне не попадалось, не выкладываете или не поете? Я очень хорошо, очень хорошо пою, да, ну, правда, рэп с рэпом у меня не получаете, но очень хорошо пою, люблю петь с детства, да, он. Я даже помню, как я три танкиста, три веселого друга пел, да, он, на праздниках, да, или в лесу родилась елочка, он, в лесу она росла, да, он. Так что пою я очень хорошо, но не получилось, так скажем, выложить там, что-то сети, да. Жириновский петь совершенно не может, ни слуха, ни голоса, он выпускает CD, а я представляю, вот, если бы Кадыров выпустил бы CD, какие были бы продажи, фит-парады бы это. Сравнение нехорошее у тебя с Жириновским, да, он. Не хочу быть похожим на Жириновского, не в обиду старику, но не хочу быть на него похожим. А на кого хотите быть похожим, кроме своего родителей, здесь достаточно по прекрасному этому городу проехаться, чтобы понять, как Рамзан Кадыров чтит память своего отца. Кроме отца, на кого-нибудь хотите быть похожим? Для любого мусульманина, пример для продолжения, кумир, там, так скажем, все это пророк наш, Аллаху 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 Саляму, там. И все его, так скажем, разговоры, жизнь его, все, что он делал, это для нас пример. И поэтому каждый хочет соблюдать сунду пророка, Аллаху 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 Саляму. А так в жизни, там, больше мне нравится, как служит для государства, народу президент нашей великой родины, великий президент Владимир Путин. Поэтому, вот, мы все, что он начинает, все, что он озвучивает, я стараюсь реализовать у нас в республике, регионе, чтобы, так скажем, догонять, догнать его не получится, хотя бы быть похожим чуть-чуть там. По жизни я брал пример с Ахмад Хаджи. Это известно, да. И, так скажем, закончил я несколько, можно сказать, институтов местных. Мы начали говорить про традиции, и о традициях российской политической элиты я хотел поговорить, потому что, конечно, вы самая яркая звезда на политическом небосклоне. Это вот абсолютно однозначно. А в традициях российской политической элиты посылать своих сыновей на учебу на Запад. Так, ваши мальчики поедут в Лондон или в Швейцарию? Мои мальчики поедут в Чеченский государственный нефтяной или Чеченский государственный нефтяной. Откуда вы знаете? Они еще маленькие, может, когда они вырастут, у них появятся. Они же, допустим, мы же выяснили, что музыку они слушают другую, не такую, как вы. Почему вы считаете, что они пойдут по вашему пути? Сейчас мы можем сейчас позвонить и спросить у троих, которые нормально соображают. 10, 11, 12 лет. Можем позвонить и сам спросишь, хочешь пойти учиться в Запад или Европу? Если один из них скажет, да, я сейчас напишу заявление и больше никогда не появлюсь в общее общество. А то, что мои дети слушают песни или там вышли, так сказать, на сцену с Тимоти, это не говорит ни о чем. Они настоящие, не парниковые. И я уверен, что они не подведут ни меня, ни свой род. Ну, вот критики путинской политики говорят, что это может завести к изоляции России. Что Россия окажется из-за этих всех санкций просто за железным занавесом. Вы как считаете? Мы, как в Советском Союзе, знаете, вот выехать за границу было невозможно фактически людям. Это хорошо или все-таки мы должны пытаться как-то налаживать, может быть, не с Западом, а может быть, с Востоком или с Югом связи? Или мы должны сами по себе существовать и на всех за них? Нет, мы же, наше руководство и те президенты все делают для того, чтобы налаживать отношения даже с Западом. Вот, когда Трамп делает глупые заявления дома, все равно наш президент мудрый отвечает ему. Мы строим отношения с такими великими государствами, как Китай, Индия, Пакистан и восточные, можно сказать, исторические события. Король Саудовской Аравии приехал в этом году к нам в Россию. Сейчас, в начале года, президент Путин планирует посетить Саудовской Аравии. Не раз приехал наследний принц Саудовской Аравии, наследний принц Эмиратов, там, Катар, там, Бахрин. Ну, в России дружить со всеми, там, и протягивает руку дружбы, там. А западные государства, там, как с шавкой, там, им не нравится, что Россия великое государство, великое держава. Поэтому они всячески стараются делать так, как, ну, сделать нашу государство, как европейскую, одно из европейских государств. Назначить, там, кого они хотят, министра обороны, назначить руководить спецслужбы своего человека. И как они хотят также управлять нашим государством. Мы говорим, что мы суверенные, независимые государства, не лезьте к нам, мы не лезем к вам. Поэтому я считаю, что это не только для нас, против нас, для нашего государства, или изолировать, изолировать можно нашу государство. Они сами себе делают плохо, они сами долго не продерживают. Мы же не, там, кубинское, там, государство, мы же Россия великая, там, у них нигде ничего не получилось, не получалось и не получится. Америка ведет подлую, неправильную политику в отношении всех государств. Вы сказали, что принц приезжал, а я, опять же, по вашим соцсетям знаю, что вы были в этом году, раз мы про год говорим, и в Турции, и в Эмиратах. Ну, вот не могу я не предположить, что там вам не говорят, что Рамзан, ну, что ты с этими неверными связался, давай-ка лучше вот строить что-то такое на основе ислама вместе с нами. Говорят же? Нет, конечно. Нет? Если вы заметите, у меня всегда бывает, когда я встречаюсь, официальная встреча, бывает всегда российский флаг. С одной стороны чеченский, с другой стороны российский флаг. Заметил, да. И поэтому я не дал повода ни одному человеку, чтобы со мной ввелить такой разговор. Я не маринетка, но у меня свои видения, свои цели, и со мной такие разговоры не могут вести ни один человек, ни одно государство. И я служу своему народу. И этот выбор моего народа на референдуме наш народ определился. И сказал свое слово, с кем мы хотим жить, и приняли конституцию, и определили правила жизни. Поэтому это для меня святое. Я служу своему народу. И мне моя религия не запрещает, так скажем, работать с христианинами или там евреями, с другими. Наоборот, если тебе разрешают молиться, строить мечети, ты обязан защищать это государство и служить, так скажем, президенту этого государства. Но вы же, по-моему, не раз говорили, что для вас законы шариата важнее, чем конституция Российской Федерации. Любой мусульманин для меня в этой жизни важнее Корана ничего нет. И я отходил ни шагу. То, что написано в Коране, то, что говорится в хадисах пророка, я никогда не нарушил и не нарушил. И кто мне скажет, чтобы я нарушил, он мой враг. Я истинный верующий мусульманин. Я еще раз говорю, мне моя религия не запрещает, а наоборот, обязывает в этом государстве быть преданным государству нашего государства. Поэтому это шайтанчики, не понимающие религии в ислам, тактуют по-своему. Так что я знаю седьмого своего отца и знаю их истории. Они всегда изучали, преподавали, распространяли ислам. Поэтому моя главная цель – это создать условия, чтобы вырастить достойных мусульман, а не тех ваххабистов или шайтанов, которые изрывают, убивают. А хочу показать истинное лицо мусульманина. Нас не призывает воевать. Есть правила войны. При каких обстоятельствах нужно воевать? – Президента мы вспоминали пару раз. Я хочу позаимствовать вопрос у самого популярного сейчас в интернете журналиста, который специализируется на жанре интервью. У него есть такой коронный вопрос, который он всем задает. И этот вопрос задам вам, он очень короткий. Путин красавчик? – Путин абсолютно красавчик. Если меня спросить, я же пехотинец Путина. Поэтому я всегда говорю, что я обязан Путину. Владимиру Владимировичу. Будь он президентом, будь он рядовым, я всю свою жизнь обязан. И одному человеку, это президенту, это Владимиру Путину. Поэтому такого красавчика второго нет. – Вы как человек традиции исключаете, что в Чеченской республике женщины могут занимать какие-то государственные посты? – Нет, наоборот, женщина должна работать. Мы запрещаем женщинам работать, развиваться, учиться. Про нас это так говорят, пишут. Даже живущие недалеко от нас, граждане России, даже определенные чиновники не знают, что происходит у нас в республике. Говорят разные, пишут, что заставляют надевать платки, заставляют это туда-сюда. Если вы выехали в центр города, вы увидели бы разных людей у нас. И без платков, и в коротких юбках, и это, и другое. Это обычный регион Российской Федерации. Обычный город, один из городов нашего государства. И у нас, ну как, чуть ли там Кадыров провозгласил шариатское правление, в Чечне отдельные законы, конституции не существует, законов нет. Это шейтаны себе придумывают, знаешь, и распространяют. Как у нас, никто не соблюдает законы Российской Федерации, конституции Российской Федерации и чеченские законы. Так можно сказать, наш регион самый послушный в этом плане. Если взять там все преступления, которые совершаются в регионе, у нас самый спокойный там регион, и по додорожным транспорту, по общественным там, так сказать, преступлениям, грабежи, там, угоны, любое направление возьми, у нас самые хорошие, там, самые лучшие показатели. Поэтому, если взять там по рейтингам благополучные, там, климат, там, во всех самых хороших показателях мы находимся. Хотя мы послевоенный регион. Ну, тем западным шалкам не нравится это, поэтому они закидывают там в соцсети, там, такие информации. Я думал всегда, когда я раньше не сидел в соцсетях, я думал, что все там, которые в соцсетях сидят, только умные и патриоты. Возьми там 10 профессоров, там, придумай самые умные слова, напиши, там есть люди, которые будут критиковать тебя. Критикуют так глупо, там, и вот вообще не понимаешь, там. Как так можно думать? Человек разве может о таком думать? Да, я не знаю, говорить, я вообще не знаю, там. Даже мысли не могут приходить в голову, такие, там, глупые, там, искаженные. Поэтому очень страшное дело в соцсети. И можно больше, там, да, делать все, чтобы молодые дети не сидели в соцсети, а там. У ваших нет детей аккаунтов разве? Нет, у нас, он, мои дети, там. У вас-то есть? У меня-то есть, но моих детей нет. Зачем им нужны, что они, что они будут делать? Ай, у них график загруженный, там, расписанный, там, вот, каждый, там, час, секунда, там, поминутно, там, вот, у них каждую неделю расписан. Поэтому им не до интернета, не до инстаграм, там, не знаю, контакта, или Мальстер, там. Вы знаете, нелюбимый вами Жириновский, Владимир Вольфович, мне как-то говорил, когда у него была инициатива о легализации многоженства в Российской Федерации. Он говорит, вот там вот Кадыров, вот эти вот мусульмане, они хорошо устроились, у них-то есть многоженство, по факту. А вот нет, чтобы поддержать мою инициативу, чтобы вынести это на референдум в Российской Федерации, а многие бы проголосовали. Как-то можете прокомментировать эту ситуацию с многоженством? Я Жириновского хочется. Нет, не Жириновского. Нет, Жириновский это просто повод. Это повод. Я не люблю, не любимого, там. А Жириновский не женщина, чтобы его любили, там. Как политика, там, я его не уважаю, потому что у него своего, там, нету, там. Сегодня одно, завтра другое, третье, вообще ерунду говорит. Поэтому я на него обиден, потому что на Кавказ, на чеченцев, там, ну, такие высказывания делают, там. И, а многоженство, там, люди, люди, у нас, вот, понимание нашего, в нашей государстве, многоженство это, вот, ну, если записано у тебя в ЗАГСе, если три, четыре, это понимание многоженства. Вот, есть жена у человека и десять любовниц, вот, это нормально. А есть жена, еще жена, еще жена, еще жена, четыре жены, это, это страшно. Он, ну, так скажем, не врет, там, он одинаково относится, равноправие и уважение отношения. А если он свою жену, так скажем, женился, родились дети, а он эту оставляет бедную и гуляет сегодня с одним, завтра с вторым, послезавтра с третьим, с четвертым, и все, подарки, все, внимание им, это хорошо. Нет, мы, нет, мы, там, в шариате, что говорится, если у тебя две жены, ты должен одинаково относиться, одинаково одевать, одинаково строить дома, одинаково покупать шубы, одинаково покупать машины, все одинаково. И если провел ночь с одной, то завтра должен с второй, и равноправие. Не обязательно это, принимать законы или, там, провести референдум. Для мусульманина... Вот именно, вот о чем мы речи. Для меня ЗАГС, это, я и раньше говорю, и сейчас говорю, ЗАГС, это первый документ, подписывающий, там, так скажем, о недоверии, там, друг другу. Разве мусульмане, когда берут жену, они ничего не подписывают? Разве вы не отключаете? Нет, нет, нет. Мы читаем молитту, даем согласие, и согласие родителей, согласие, да, девушки и мальчика, и все. По закону, вот, когда ты, ну, у нас пошел, там, расписался, там, ну, зарегистрировался, зачем, 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 зачем эта регистрация нужна, я говорю. Если ты любишь свою жену и, 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 и веришь доверяющей, и то же самое, тебе доверяет твоя жена, зачем ей нужен ЗАГС? Я говорю, это документ, первый, там, роспись, который разрушает семью. Поэтому мусульмане, которые ходят жениться во все времена, во все самые строгие времена, коммунистические, там, самый сильный режим, все равно женились, там, и создавали семьи, по две, по три жены было. Хорошо, но если завтра, допустим, глава Чеченской Республики выступит с такой инициативой, что надо бы в Бразийской Федерации, частью которой является Чеченской Республикой, дать возможность мужу иметь вторую жену. Кто больше поддержит, мужчины или женщины в целом в России, и они про Чеченскую Республику говорят, как вы считаете? И, ну, во-первых, я не вышел бы с такой инициативой, там, а во-вторых, больше мужчин, по-моему, испугался бы, чем женщин. Вот, я к этому и подвожу, мне кажется, что да. Они больше проявили бы лояльность к своим женам, так бы, там, там, быть хорошим перед своими женами, там, мужчин и политики много, там, знаешь, бы сделали заявление, там, против всего этого, там. А женщины, может быть, больше поддерживали, потому что зачем им нужны мужья, которые каждую ночь изменяют им, говорят им, что ты моя единственная, а завтра, там, идет, там, другой, там, и говорит, что, там, ты моя такая, там, зачем такая любовь. Поэтому я больше считаю, что женщин поддержали бы. Вы заметили, что у вас дети очень заняты, у них плотно расписан график, можно представить, насколько он плотно расписан у вас. У вас ведь наверняка нет времени читать то, что о вас пишут и в прессе, и в соцсетях. Вам кто-то готовит какие-то по этому поводу, ну, справки или документы, вы вообще следите за, должны, как политик, следить за реакцией на те или иные ваши высказывания и действия. Или вам все равно главное, чтобы Путин одобрял? Нет, главное, главное, какие установки дает руководство государства, главное, ориентир держать, там, курс нашего государства. Я знаю, что необходимо для моего народа, и я знаю цель команды Ахмада Хаджи Кадырова, это благополучие населения. Поэтому я еще раз говорю, если я буду за каждым бегать и угодить каждому там, у меня ничего не получится. Я всегда говорил, когда у меня предвыборные кампании, у нас народом избирается глава республики, я сел и сказал, я не буду делать то, что вы хотите там, и не буду стараться угодить вам. Я буду дальше работать, как и работал. И если вам устраивает то, что я делал в предыдущие годы, выходите на выборы и проголосуйте. Если нет, то салам алейкум. У меня цель, чтобы быть доволен был Всевышний дом. И чтобы на том свете за то, что я делал, не получил от Всевышнего. А поэтому не подвести Ахмад Хаджи, президента страны, и все делать для того, чтобы создать все самые лучшие условия для своего народа. Знаете, есть такая присказка, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вы, как сами считаете, совершали ошибки политического характера? Ну, вот сегодня я вот как раз бегал, вот клянусь, я бегал, думал, вот почему народ такой там, всегда ищут ошибок там, тех людей, которые днем и ночью ради них служат. Будь он министр федеральный, там, или президент, или парламент, депутат. Вот все ищут недостатки. Вот мало кто сидит в соцсетях, там, вот, и говорит о его хороших качествах. Вот если там сразу, вот, что-то не так получилось, вот, или его президент поругал, или сделал замечание, все радуются, все пишут, о, какой там, там, был такой серьезный разговор, как его, он, это. Нет, вы там, представьте, вот, если мне сказать, чтобы я работал в правительстве Российской Федерации, это убийственно. У них абсолютно личной жизни нету. Сколько перелетов, сколько совещаний, сколько объем работы, это просто, ну, невероятный объем работы. И столько работают главы, субъектов, ну, большинство, я имею в виду, которые, я знаю, днем и ночью ради государства, ради народа. И когда что-то там не то сделал, сразу, салам алейкум, его убивают. Конечно, вот, я недоработки свои вижу, когда проходит время, ну, ошибок таких, я считаю, что я не допускал. Ну, были недоработки, там, вот, если, вот, подумать сейчас о каких-то элитных, там, вопросов, я поступил бы по-другому чуть-чуть. Ну, значит, получится, правильно, как говорится. Как вы считаете, есть перспектива Чеченской Республике стать такой туристической мегкой для людей, в том числе, и из Европы, про которую мы говорим? Наоборот, мы не считаем, а уверены. И с каждым днем у нас растет именно направление туристическое. Мы каждый год открываем новые маршруты, и каждый год увеличивается поток туристов. И, конечно, у нас, вот, в первую очередь, главный, так сказать, приоритет мы даем развитию туризма. И я считаю, что у нас очень хорошее в этом направлении будет успех. И наш министерство, мы создали министерство по делам туризма. Кто его возглавил? Его возглавил бывший один, если вы помните, там была у нас на второй канал России, там передача «Команда». Да, была такая. Вот, там один из членов, один из участников этой команды, Муслим Байтазиев. Чеченец? Он чеченец, возглавил это министерство. Он знает английский, арабский язык, он сам занимался, так сказать, туризмом занимался, сам любитель по жизни ездить там, так сказать, по государствам. И у него очень хорошее, так скажем, строит он хорошее взаимоотношение, там не только с российскими, там, так скажем, и зарубежными туристическими, там, агентствами. Ну, знаете, вот, у меня один знакомый из гостиничного бизнеса, который в Краснодарском крае работает, в Сочи. Когда я ему сказал, что вот поеду я в Грозный, буду беседовать в том числе и про туризм, он сказал, ну, чеченцы, они не умеют вот служить. Они вот, говорят, если, говорят, в Сочи бы не армяне, то кубанские бы тоже вот, ну, не умеют прислуживать, ну, быть, там, официантами, барменами. Вы собираетесь людей как-то привлекать из других регионов, или вы считаете, что чеченцы справятся с этой задачей? Чеченская республика многонациональная же, поэтому у нас тоже и армяны есть, и турки есть. То есть армяне помогут и вам тоже? У нас очень много национальностей проживает дома, поэтому мы будем стараться для того, чтобы обслуживание было на высшем уровне дома. Везде. Ну, и давайте вещи своими именами называть. Вы же знаете, что чеченцев боятся. Вот, я не знаю, у вас времени точно-точно нет, чтобы смотреть голливудские фильмы и сериалы, я их смотрю, там обязательно вот злодеи, это вот или сербы, или русские, а уж чеченцы это точно. Вы считаете, что это не может помешать как-то вот развитию туризма? Вот такой вот образ чеченцев, таких людей, ну, своенравных и с которыми, в общем, лучше дел не иметь. Лучше к ним не ездить, держать дистанцию. Есть такое мнение. Ну, этот стереотип, да, он создали, да. Мы 10-15 лет только говорили о том, что чеченцы убийцы, чеченцы террористы, гологобезы, там, сепаратисты, там, не знаю, там, все что угодно, да, они придумывали против нас. Поэтому так думают, а сейчас мы делаем все для того, чтобы показать истинное лицо чеченца, настолько мы гостеприимны, какая у нас красивая культура, хорошие обычаи. Поэтому, кто знакомится с чеченцами, то обязательно там хочет подружиться, иметь дружеские, братские отношения. Чеченец никогда не имеет права допустить подлость. И никогда он не проявит свою смелость там, где не нужно это. Поэтому, а те, кто называет себя чеченцами и допускает такие ошибки, у них нечистая кровь, они не чеченцы. Они просто могут говорить на чеченском. Вот так я и всем буду говорить, те, которые что-то это я скажу. Мне Рамзан сказал, что у тебя нечистая кровь. Вот я его любому скажу, вот если ведет он себя неподобая, скажи, что Рамзан сказал, что ты не чеченец, не мужчина. Мне недавно Ирина Хакамада, есть такой бывший политик, когда я спросил, может ли женщина стать президентом Российской Федерации, она сказала, что в Российской Федерации может стать президентом любой человек, про которого Владимир Владимирович Путин скажет, он мой преемник. Рассматривайте такую опцию, Рамзан Кадыров, президент Российской Федерации. Вы считаете, Путин не порекомендует? Нет, конечно, я же не такого уровня человек. А какой уровня человек? Даже возглавит, самое слабое, министерство даже, правительство. Поэтому я хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона, республики. Поэтому, кого там назовет Путин, за ним я пойду до конца, потому что для меня слово Путина, я считаю, что выше, чем закон. Поэтому я ему обязан жизнью. Будет он президентом, не будет он президентом, я обязан Путину Владимиру Владимировичу. Поэтому любое его решение, любое приказ, указ, поручение я выполнил на все 100%, но несмотря, какие бы там сложности ни были там. Знаете, у нас у русских есть такая поговорка, что человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому поживем, увидим. Огромное спасибо вам за эту беседу. Да и Аллах, чтобы наш Путин долго жил и президентом был нашего государства.